Телекомпания ВИД представляет 837-99-92. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на лица тех, кто пришел к нам сегодня в студию. Может быть, вы кого-то узнаете сразу. Между прочим, вас, Володя, уже узнали. Очень хорошо. А как вы думаете, кто вас узнал, мужчина или женщина? Ну, друг, я друга ищу. Ну, может быть, и женщина, потому что у него сестры есть, и бабушка, вернее, и тетя есть. Вы знаете, вы не удивляйтесь, потому что у нас часто бывает так, что ищут одного, а откликается кто-то другой совершенно на письмо. Так бывает часто. Ну, я, в общем-то, ожидал, потому что знакомых много. Да? Да. Ну, конкретно не знаю, конечно. А может быть, вас ищет первая любовь? Как вы думаете, есть вообще первая? Или первая любовь существовала? Ну, наверное, конечно, как у всех. Просто я не ожидал, это было давно. А вы знаете, где сейчас живет ваша первая любовь? Ну, там же, где и друг. Ну, мы не будем вас мучить. Нам действительно позвонил ваш друг Игорь. Игорь, сходите, пожалуйста. А сейчас, я думаю, нам нужно дать слово ГУМу. Добрый вечер. Добрый вечер, Танечка. Все, кто кого-нибудь узнал, пожалуйста, звоните нам по телефону 937-999-2. Мы будем ждать. Кого вы ищут? Я ищу свидетельницу моих родителей на свадьбе. Людмилу Борисовну Кривун. Вот она на фотографии. Девичья фамилия Марковец. Дело в том, что у моих родителей 7 июня в этом году будет 20-летие свадьбы. Тетя Люда, если вы нас слышите, если кто-то знает эту женщину, я вас прошу, передайте ей, пожалуйста, что ее ищут, что ее ждут. И что мы очень бы хотели видеть ее. Кого вы ищете? Я ищу свою сестру Варламову Елену Николаевну, которая 21 июня 1998 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Осталось двое детей. Если кто-то видел, прошу сообщить на передачу «Жди меня», потому что в ночь с 20 на 21 июня 1998 года по Москве прошел ураган. Да, ты так запоминающийся, мало ли, может, что-то кто-то знает. Мама, если ты меня слышишь, зовись. Мы с братом ждем тебя. Кого вы ищете? Сына. Пшумничкина Олега Евгеньевича, 68-го года рождения. 22 апреля этого года уехал из Можайска. Сказал, что поедет в Москву и до сих пор нет. Ну, вот ищем его теперь. Если кто-то видел моего сына по направлению к Москве или где-то в другом месте, может быть, в больнице, где он находится, позвоните на программу «Жди меня». Кого вы ищете? Пропал полтора месяца назад мой друг, ушел из дома, поругался с отцом. И, значит, он врач по профессии. И очень странно, то есть он никак не мог... Все очень ответственный человек, не могло такого быть, что с ним, ну, что он просто так как-то потерялся. То есть произошло что-то настолько неординарное. Вот. И мы пытались его искать. Вроде его, по нашим объявлениям, видели в Одинцовском районе и в селе Марфино. Сергей, тебя все ждут, ищет невеста, друзья, искали, даже в лесу ходили, где он мог быть. Ждет отец. Очень надеемся, что найдем. Я ищу своего сына, Ракутика Игоря Олеговича, который 20 марта 1998 года уехал на своей машине по делам, и с тех пор мы о нем ничего не знаем. Мы обращаемся ко всем тем, кто, может быть, как-то что-то знает об этом, ну, об этом случае, о том, где находится мой сын, сообщить в редакцию, и позвонить по телефону, и мы очень будем благодарны, если кто-то поможет нам в этом. Кого вы ищете? Я Белова Нина Сергеевна, девичья Ланцова. Я приглашаю всех выпускников 70-го года, которые закончили Звенгородский финансовый техникум, группу Г, государственное страхование, на встречу в техникуме в 16 часов 27 августа. А для того, чтобы меня узнали, я хочу напеть один куплет песни. Если вдруг случится с тобою, что зимой в январе, Ты увидишь снег, но не белый, а зеленый на дворе. Знай, пришла она, первая весна, лучше весна. Что зовут любовью, хорошо когда, первая весна, остается в нас раз и навсегда. Не стесняйтесь, звоните нам, нам очень помогают ваши звонки. Мы меньше тратим сил на поиски, если вы нам сразу позвонили. Спасибо, Игорь Владимирович Маша, мы закончили. Вы знаете, мы бы все очень хотели, чтобы, посмотрев нашу программу, люди как-то задумались о том, что, может быть, есть где-то человек, которому мы должны. Я, естественно, имею в виду не деньги. И что есть люди, которые в нас очень нуждаются. Иногда, наверное, стоит посмотреть на свою жизнь и вспомнить ее под каким-то другим углом зрения. Я вам хочу сейчас рассказать про одно письмо, которое меня лично очень задело. И все, что с ним связано. Мы получили это письмо из Казани. Нам написала женщина, которая сама никого не ищет. Но она очень переживает из-за семьи беженцев, с которыми она знакома, которые живут довольно тяжело. Семья эта состоит из 80-летней бабушки и двух внуков. Старший внук Ефим, ему 16 лет. И есть еще сводный его брат, которому сейчас 9, скоро будет 10 лет. Вот Ефим сейчас у нас здесь, в студии. Вы знаете, соседка услышала, что у Ефима есть еще родственники. И поэтому она написала нам письмо с просьбой, чтобы мы их нашли. Вы сейчас живете довольно тяжело, да? Да. А правда, вот она написала, что ты попросил своего младшего брата, чтобы он дал тебе слово, что он не будет просить есть у бабушки, даже если он будет голоден. Да. Это просто для того, чтобы не огорчать бабушку, да? Угу. Значит, ты сейчас старший мужчина в семье, да? Да, так получается. А как вы попали в набережные Челны? Ну как, мы из города Грозного приехали туда. И у тебя где-то есть дедушка? Но ты его самого никогда не видел, да? Нет. А фотографии у тебя откуда? Фотографии дала бабушка. Я сам ничего не знал, в принципе. Вот недавно узнал. Угу. Потому что у меня был отец. Ну, так ничего не говорили. Отец погиб, да? Да. Знаешь, Ефим, ты уже взрослый человек, в общем. И поэтому я тебе должен рассказать обо всем, что мы сами узнали, и что было вот после письма. Твой дедушка занимал очень крупный пост еще до Дудаева в Чечне. Потом он был арестован. За него просили большой выкуп. Ему еле удалось выбраться из Чечни. Он бежал. Он спасся. Но потом он скрывался, опасаясь просто за свою жизнь. Мы его нашли. Он в полном порядке. Он в Москве. Здесь. Жив и здоров. Я думал, я надеялся, что он сегодня приедет. Понимаешь? Но он не приехал. Я вообще должен тебе сказать, что он нам как бы отказал. Он сказал, что он ничем вам помочь не может. Вот какие дела. Я вот хочу обратиться к вам, Ефим Леонидович. Я понимаю, что у вас, наверное, другая семья. Что, наверное, неприятно вспоминать прошлое. И вы не хотите ничего вспоминать. Вы много пережили. Но как не попытаться увидеть внука? Вот этого я не могу понять. Ну ладно, допустим, нет денег. Допустим. Но ведь не только в них дело. Ну вот, есть мальчик, юноша уже. Но все равно же, это еще беззащитный человек перед жизнью. Но ему же, наверное, больше нужно ласковое слово, чем даже материальная там какая-то помощь. Хотя, наверное, и эта помощь ему нужна. Не понимаю. Вы знаете, я сам дедушка. И я вот когда болел, тут не так давно, Но я два месяца почти не видел своих внуков. И вы бы видели, как они обрадовались, Когда я приехал к ним. И как я обрадовался. Мне кажется, что если бы вы пришли на передачу и увидели вот Такого прекрасного парня, Который пережил, наверное, не меньше вас, честное слово. Уже за свою короткую жизнь. Может быть, что-то родилось бы у вас в душе. Вот все, что я вам хотел сказать. Ефим, а ты ничего не хочешь сказать деду? Я? Я, в принципе, не за материальной помощью приехал. И выискал. Просто хотел увидеть его. Я тебе должен сказать еще одну вещь. Мы стали искать твою бабушку. Она бежала из Чечни тоже. Поэтому было довольно трудно ее найти. Ей сейчас тоже нелегко живется. У нее маленькая пенсия. Но когда она только услышала о том, Что ты будешь у нас на программе, Она бросила все И приехала к нам. Так что встречай ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проходите, пожалуйста. Ну что, Ефим, видишь, теперь у тебя уже две бабушки. Он, знаете, вот у него глаза матери, а сам он, вот мой сын и вот мой внук, вот стоит, да? Вот, посмотрите, вы же и увидите, что он наш. Да. Вот у нас есть три фотографии. Он месяца года три. Потом, значит, мой вот этот разлюбезный, даже не хочу фотографию переворачивать, и его отец вот этого, так? И вот когда положишь эти три фотокарточки, вот так, не поймешь. Даже родственники мы не разберемся, где Ефим, где другой Ефим и где Леонид. Вот так они были похожи. На вас очень похож. Мой сын тоже, говорят, был похож на меня. А вот он говорит, что он меня не узнал бы. Так я извинилась, потому что если бы я вам рассказала, какая жизнь у меня прошла. Мне 63 года. У меня больное сердце, я не могу больше двух килограмм поднять. Я не могу далеко идти, далеко искать, что-то делать. Никаким бизнесом я заниматься не могу. Конечно, если будет жить со мной Ефим, я, конечно, встану, как кошка на дубошке, и никогда не позволю, чтобы его кто-то обидел. Мужчины и женщины, не дай бог жить одному человеку. Не дай бог старому, больному и одному. Даже, знаете, даже благодать Божия, если кто-то сопит, кто-то кашляет, кто-то одна. Я, знаете, кушать я, ну что на 6 рублей могу я на 7 рублей? У нас молоко стоит 5 рублей, ибо, конечно, по вашим деньгах я вообще померла бы. Какие здесь у вас цены? И все равно, теперь Господь дал нам нового президента, обещает 750 рублей, правда? Да разве я с ним не проживу? Я же проживу с ним, если он захочет. Я счастлива, я считаю, вы знаете, я считаю, что всем нам, не только вот этой передаче, но все, весь союз вам кланяется, весь союз за эту передачу. Вы многое сделали, вы божественное дело делаете. Люди растеряны. Вот я сейчас, у меня есть брат, у меня есть сестра, у меня есть внуки, но я не знаю где. А может быть, они на меня посмотрят и найдут. Я, кто меня знает, меня многие люди знали. Кто меня знает, пошлите сюда на эту передачу адрес, я с удовольствием отвечу. С удовольствием. А вы еще раз назовите ваше имя и фамилию. Гельман Мария Федоровна, 1932 года рождения. Я жила в Грозном, муж мой был министр, я работала на больших комбинатах заведующей. Так что, знаю, там, как говорится, в Грозном я была первая леди, а теперь я последняя. Последняя. Ну, это хорошо, надо учить людей, чтобы они знали, как вверху жить и как внизу. Я всегда вспоминаю своего отца, простите, что отклонюсь. Он говорит, Марина, ты учишься, будешь начальником, а жизнь колесо. Вот когда приходит человек внизу и просит тебя, найди все средства и помоги, потому что пройдет время, этот человек придет сюда наверх, а ты придешь просить. И, может быть, у него сердце сжалится и вспомнит он и поможет. И я вот сейчас, так мне трудно жить, а люди мне помогают. Кто борща принесет, кто кашу, кто что-нибудь, огурцы какие-нибудь, ну что-нибудь, потому что на эти деньги прожить нельзя. И все равно я хочу, чтобы Финк жил у меня. Спасибо вам. Я прошу вас, помогите мне. Вы знаете, я очень надеюсь, что все изменится к лучшему. Да это Бог. Правда, дай Бог. Дай Бог. Боже, помоги. Служдаю денег. Ну, что же, пойдем дальше. Володя, по-моему, мы еще успеем рассказать твою историю. Расскажи. Ну, воспитывался в детдоме, потом был переведен в интернат для обучения дальнейшего. Вот. Пытался найти своих родителей. В первую очередь мать пытался найти. А потом уже, кто есть родственники, попробовать через нее, если она найдется. А как ты потерял маму? По документам в личном деле подкидыш. Ты подкидыш? Да. А где тебя нашли, ты знаешь? Да. Где? В метро. Здесь, в Москве? Да. Угу. И нашел, наверное, участковую милицию, как в личном деле было написано. Да. И поскольку стоит в свидетельстве о рождении фамилия, имя, отчество матери и год рождения, то я думаю, что когда бросал, оставлял записку. Угу. После чего, наверное, разыскали и установили, кто она, что из себя представляет. Так. Все личное дело я сразу, естественно, не мог посмотреть, потому что нам это запрещено. То есть, нам, как говорили, что нельзя это знать и не надо. А ты сейчас где находишься вообще? Сейчас получил комнату от интерната и живу. Угу. Работаю, живу. Володь, а ты когда решил найти маму? Все эти 22 года. Ну, какая бы она ни была, я ее приму. Да, я понимаю. Обязательно приму, и если будет надо, помощь. Вместе справимся. Понимаю, Володчик. Понимаю. Знаешь, Володчик, конечно, твой случай, наверное, один из самых сложных случаев. Потому что дело не только в поиске. Нет. Дело в том, что людям очень трудно признаваться в своих каких-то не очень красивых поступках, понимаешь? И поэтому мы не знали согласиться маму встретиться, не согласиться, как хватит ли у нее и силы, и мужества, и любви к тебе, чтобы пойти на это свидание. И она даже не сразу ответила на наше письмо. Но потом она нам позвонила. Она нам позвонила и попросила твой адрес. А мы ей сказали, что, ну, а зачем адрес? Просто приезжайте. И она приехала. Встречай маму, Володя. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я думаю, что вы можете гордиться своим сыном. У вас замечательный парень. Я бы таким сыном горделась, это точно. Проходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Александрович, а что вы думаете по поводу вот этой истории? Ну, в принципе, история похожа чем-то на мою. Ну, думаю, даже тут противовес. Трудно сказать, чья легче, моя или этого молодого человека. Единственное, может, мне легче в том вопросе, что я, ну, считаю, на порядок, наверное, старше его. Уже как-то в жизни определился. Я хочу вас представить просто, ладно? Пожалуйста. Это Игорь Александрович, он бизнесмен. Он тоже ищет свою маму. Ситуация, в принципе, похожа. Я со своей матерью расстался, когда мне было 6 или 7 лет, точно не помню. Но вы все-таки ее знали, понимаете? Да. Я ее знал, я ее помнил, я, ну, помню до сих пор, как она выглядит. Вот так судьба распорядилась, что годы нас разлучили. Меня воспитала другая женщина, ну, будем говорить, вторая мать. Я ей очень благодарен, большое за ней это спасибо. Она дала мне образование, воспитание. Хотя все, кто меня знает, друзья, близкие, ну, и даже, наверное, моя семья, ну, знает, что я, как бы, ну, очень тяжелый ребенок был. Вот. Сейчас это, я, наверное, совсем другой человек. Ну, из-за своей... Ну, дело в том, что я прошел, наверное, тоже все пути. Это начиная, наверное, подземки, всякие помойки, метро, затем драки, извращения, что еще, издевательства. Да, хорошее детство, а? Да. Ну, я сказал бы, что, наверное, это детство меня и закалило, ну, как бы подготовило к жизни. Ну, это, как бы, я ни к чему не призываю никого, это, как бы, дурной, плохой пример, наверное. Ну, хотя, каждый нормальный человек должен, ну, из своей жизни вынести, ну, самое главное, и определиться в жизни так. Ну, и сделать так, чтобы он, ну, был просто нормальным человеком. Вот вы сказали, закалило, а я думаю, что нет, что дело не в этом, что это просто вы молодец. Это у нас когда-то с друзьями был спор, вот, что лучше, когда, вот, все говорят, тяжелое детство, оно закаляет, там, тогда, знаешь, цену деньгам, там, то-то-то-то-то. И я отставил другую точку зрения, что у нас, вот, у меня тоже было довольно тяжелое детство, не такое тяжелое, как у вас, и я прошел другой какой-то путь совсем. Но, тем не менее, отец погиб на фронте, мама, учительница, знаете, все было довольно тяжело. Вот, но в нас это остается. И я как-то вдруг прочел потом, уже, правда, после этого спора, я прочел у Пушкина. Он пишет кому-то в письме, одному из своих друзей, я не помню точно сейчас кому, то ли Вяземскому, то ли Нарышкину, он пишет, что, вот, говорят, что несчастье – лучший университет. Вот, нет, друг мой, только счастье дает душе, вот, свободной раскрыться, я не помню цитатно. Понимаете, я думаю, что просто вы молодец, что вы сумели это все переломить, что пошли каким-то другим путем, что вот стали тем, кем вы стали. Может. А что вы помните о маме? Ну, помню, что она, как бы, симпатичная женщина, как сейчас модно говорить, как бы, нравится мужчинам, ну, нравилась, очень стройная, красивая, ну, что еще? Вы ее не видели 26 лет, да? 27. 27? Ну, 26-27 лет. Угу. Вот, ну, еще повторюсь, да, воспитала и дала образование меня, ну, другая мать, но все равно, наверное, как бы, часть крови, ну, родной во мне кипит, ну, или в любом каждом из нас. Хотя, ну, от матери, которая меня родила, я, конечно, ну, ничего не жду, там, ни помощи, я сам самостоятельный человек, там, у меня свой бизнес, вот, своя семья, двое детей. Ну, говорить, если до конца оставаться человеком, все равно хотелось бы ее увидеть, посмотреть ей в глаза, где она пропадала, если она, конечно, жива, потому что, ну, много слухов ходило, что ее нет в живых. Вот, по разным причинам, вот, что ее уже не найти и так далее. А как вы расстались? Как получилось так? Дело в следующем. Расстались следующим образом, что, ну, может, по своей она молодости вела неправильный образ жизни в каком плане. То есть, ну, это, наверное, может, громко сказано, была сколачена, ну, банда и так далее, которая занималась, там, воровством, разбоями и так далее. Вот. Ну, я был маленький, все это на моих глазах, в принципе, происходило. И ваша мама была в этой банде? Да. А вы тоже? Ну, в какой-то части. Ну, вот. Ну, может, опять же, я повторюсь, банды, это, как бы, громко сказано. Ну, вот. Ну, дело в том, что на одной из краж, будем говорить, может, таким немножко бульгарным языком, они погорели. Их милиция поймала, определила срок наказания. Вот. И она, вот с этого момента ее потерял, меня забрал на воспитание отец, до этого они разошлись с ним. Вот. Отец, опять же, со мной слишком долго и много намучился, прежде чем я стал таким, как нахожусь перед вами. Вот. Ему тоже большая благодарность. Дал образование. Ну, будем говорить, вот, когда мне было 6-7 лет, вот при таких обстоятельствах мы расстались. Спасибо вам. Спасибо за... Я понимаю, что все это трудно говорить и трудно вспоминать. Большое спасибо. Вам тоже. И очень, конечно, вы молодец, что все время помнили о маме и что искали ее. Молодец. Молодец. Правда. Ну, мы начали ее искать там, где вы с ней расстались. То есть, это в Луцке. Совершенно верно. Вот. Посмотрите, пожалуйста, пленку. Спасибо. Ее кличка была «Анаконда». А почему? А вот почему, не знаю. Черненькая, симпатичная, всегда красиво одетая женщина. Ну, хочу вам сказать, всегда от нее французские духи очень далеко пахли. Она встречалась в последнее время, по-моему, с иностранцем. Последний вечер она была с американцем в ресторане. Это помню, как сейчас. Ну, и когда ее арестовали, мы узнали утром, когда говорят, вот, сегодня вы в эту ночь арестовали «Анаконду». О том, что она в банде была, я не знала. Нет. Вы начальник конвоя были? Да, все время. Я всю жизнь. Тысячи лет. И Ольгу помните? Ну, так, так, припоминай Олю, да. Собеспелялся она, когда ее задержали? Не, никто не спелялся. Я тысячи лет, когда я работал, тысячи лет. С ней вместе сидели, да? Да, она попросилась сама, говорит, Рая, я боюсь, говорит, что, говорит, я же не знаю зону. Мы вместе пошли на зону, да? Да. И тут идет амнистия. А тут телеграмму дали. Ага, мама у нее умерла. Я упала перед начальством, чтобы ее первую отпустили, первым этапом домой. Потом ее, по-моему, в 75-м году лишили материнства. А для нас это в то время было, чтобы какую-то женщину лишили материнства, так это вообще была сенсация, знаете? Потом я услышал так, что Оля жалуется, что ее муж бывший, тот капитан военный, хочет забрать Игоря. Она от него, видимо, этого игрока и прятала, даже там пару раз я так слышал такое, что она его прячет, не дает, не хочет ему отдать. Ну, каким-то образом он потом, этот отец этого игрока, все-таки, приехал, забрал его. А что дальше, я не знаю, плохо знаю. И я ее видел на улице, она, по-моему, и шла с какой-то подругой или так, знакомой. Она была очень худая, она сильно похудала. А я шел, ну, поздоровались, так, О, Миша, Миша, ты живешь так само? Я говорю, живу там само. А у меня квартиру забрали, все, туда начали, это все. Я вот вернулся, от свободы, куда мне податься? Ну, есть у меня там хорошие знакомые друзья. Я, мол, поеду туда, на Волынск или куда? Где она посудила? На Волынск. На Волынск. Волынск, по ее виду, у нее очень было плохое здоровье. Не знаю, чтобы выжить через 26 лет. Ну, после этого о ней недолго ничего не слышно. Было, ну, где-то через год я опять спросила. Мне говорят, что анаконда покончила жизнь в тюрьме самоубийством. Ну, говорят, что повесилась, но не знаю, самоубийство, она это повесилась, да, конечно. Это неправда, она жива. Понимаете, как осторожно надо относиться к свидетельствам, как их надо перепроверять, перелопачивать, потому что часто, и очень часто у нас в нашей практике, во всяком случае, бывает, что говорят совершенно неверные вещи. Но это не все, что мы узнали. Посмотрите еще. Вам, вам видеописьмо, так сказать, из Хабаровска. Мы ее получили, эту кассету. Спасибо. Получилось так, что я, конечно, думала... Это моя мася. Да. Ну, я, скорее всего, я знала, что он меня найдет. Но, с одной стороны, у меня были такие мысли, что Носов его забрал. Может быть, что-то на меня наговорил плохое. Просто я не хотела ему портить жизнь, напоминать. Думаю, может, забыл меня. Не хотела я его тревожить. Вот такие у меня были мысли. Думаю, напомню, может, он сказал что-то обо мне плохое. Он от такого же мнения обо мне остался. И пусть, может, у него семья, конечно, уже есть, жена. Пусть живет спокойно. Так как судьба распорядилась, пусть так и будет. Но все-таки я надеялась и чувствовала, что я с ним встречусь, и все-таки он будет меня искать. Чувствовала. И очень даже чувствовала. И все время ждала. И вот этот момент настал. Вы знаете, Игорь, мне все равно, что было у вашей мамы в прошлом. Потому что я думаю, что она замечательная женщина. Она взяла четырех детей чужих на воспитание. И у нее есть еще двое своих. У нее сейчас шесть детей. Так что у вас шесть братьев и сестер. Она приехала сюда. Ольга Александровна. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Александровна. Нет, он сразу вас узнал, как только вы появились на экране. Он сказал, что это моя мама. Давай, присядем. Да. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я желаю вам счастья. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Александрович, наше время уже заканчивается. Если вы хотите, если вы хотите, на ваше усмотрение, может быть, вы хотите сказать что-нибудь тем, кто еще не нашел своих близких? Ну, в принципе, да. То есть, там, может, банальные слова, всем известные, ну, по крайней мере, пусть они еще раз прозвучат в этой студии. Всегда нужно искать, надеяться и верить. И пускай вы видели, ну, один фрагмент из сюжетов, даже, когда там женщина сказала, что матери моей больше нет, и тем не менее, вы видите результат конечный. Поэтому, ну, мой совет, будьте мужественными, верите, ну, и до конца верьте в самое хорошее. Счастья вам всем, любви, всего доброго. Спасибо. Машенька, ну что, надо прощаться. Да. Спасибо. Спасибо большое всем тем, благодаря кому состоялись сегодняшние встречи. Всем тем, кто еще набирает наш номер телефона, для того, чтобы кто-то встретился еще на следующей неделе. Спасибо вам за помощь. Вы знаете, я все время думаю о том, что вот зрители, которые особенно там, по ту сторону экрана, смотря на то, как встречаются здесь люди, будут думать, что это очень просто. Я даже говорю не, собственно, о поиске, а именно о желании встретиться и искать своих близких. Нет, это не очень просто. На это нужно и терпение, и любовь, и нравственный труд, и мужество. И все равно, ищите друг друга, что бы ни было, и ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ